Эксклюзивно от инклюзивных для молодежи и подростков с ограниченными возможностями в Сургуте расширили обучение по ряду профессий. Благодаря гранту губернатора Югры, три десятка сургутян смогут стать свечеварами и керамистами. Продукцию начинающих мастеров уже принимают в местных магазинах и салонах. Подробности далее. Это Миша, ему 18, и он мастерский керамист. Вот уже год парень учится делать посуду. Он уже научился превращать непослушную глину в ровные и гладкие тарелки. Недавно ему поступил большой заказ на несколько десятков таких блюдец. Его наставник Дарья вспоминает, на первых занятиях Миши было непросто. Глина не слушалась, подопечный расстраивался. Но справиться смог и теперь незаменимый в команде человек. Вот поступил заказ, первый корпоративный заказ от металлопрокатной какой-то компании. И вот сейчас мы для них делаем заказ. То есть это прям большое количество? Да, 20-30 тарелок нам нужно сделать 20 декабря. Когда Миша сказала, что нам с тобой поступил заказ, он такой, да, ничего себе, давайте быстрее начнем делать. Проект «Особенный мастер», в рамках которого проходят инклюзивные обучения, накануне выиграл губернаторский грант для физических лиц. Его автор Дина Гартман уже давно занимается обучением молодых инвалидов. Теперь, благодаря поддержке главы региона, сможет расширить число учебных мест и закупить необходимые материалы для всех, кто хочет получить профессию. Мы им предоставляем возможность попробовать себя в мастерских, попробовать себя вообще в работе. Что такое работать, развить мягкие навыки, то есть это приходить вовремя, соблюдать навыки трудовой дисциплины, заканчивать начатое. Работы подопечных проекта, кстати, можно увидеть и купить в местных лавочках и салонах. Договориться с предпринимателями было несложно. Услышав, кто делает эти свечи и керамику, владельцы точек охотно идут на контакт. Для начинающих мастеров видеть свой труд на прилавке – большая радость. Это их главный стимул учиться. Ты бы хотела керамистом быть? Да, конечно. Я люблю изглево что-то лепить, даже вазу. В детстве в садике не давали, я, короче, маленькую чашку сделала. Вот ты сейчас здесь получишься. И потом что? Можешь сама делать дома и продавать что-то? Да. Как думаешь? Да. Уже планируешь? Да. Вот так все, формочка готова, да? Да. Летом авторы проекта планируют организовать большую ярмарку работ для подопечных. Там сургутяне смогут приобрести ароматные свечи, мыло и керамическую посуду, сделанную руками особенных мастеров. Ольга Придоха, Алексей Шахмаев, телеканал Югра, Сургут.